Диабло 3 Адрия и Лия оказалась на самом деле дочерью Диабло. Соответственно, 7 душ демонов теперь в Лии. И все это, скорее всего, нам сейчас перескажут в начале 3-4 акта. Поэтому смотрим. Странное качество видео. Даже в сердце небес ангелы могут чувствовать страх. Мой старый враг. Тебе не скрыться от меня. За кого бы ты себя не выдавал. Яви свое истинное лицо. Диабло. А я думал, он светом должен вахерать. Это же ангел, типа он огнем, точнее-то ебашит. Бутоны. Отрыжка сатаны. Наша война закончится сегодня, имбирий. Какой-то Диабло хилый. Я думал, он помассивнее будет, судя по картинкам со второй части. Быстро же он с ним расправился. Посмотри на свои прекрасные небеса в последний раз. Скоро они камут в небытие от звуки моего смеха. Ну да, СиДжай тут очень качественный, надо сказать. А почему, интересно, только один из ангелов начал защищать ёбаные врата рая от Диабло? Или Диабло такой гиберковатый выглядит, такой худой, потому что он из бабы превратился или что? Он же вроде был таким здоровым, массивным. На картинках, во всяком случае. Ко второй части. У меня даже диски есть. С Лорд оф Дистракшн. И он там такой здоровый. Ну и он не костлявый, там у него много массы, типа. Под его натиском содрогаются небеса и ангелы в страхе отступают. Боги готовили меня к этому дню. Я убью владыку ужаса ради богов и людей. Какой же самоуверенный. Просто до сих пор хренее сказать по правде. Ну и что ты по этому поводу думаешь? Судьба Ли. Как глубоко мы заблуждались. Я не смогла разглядеть того, что было сокрыто за иллюзией такой силы. Это чудовищно. Никто не смог бы. Когда я думаю, как ей пришлось страдать, мы должны остановить Диабло. Пророк бы меня никогда не простил, если бы узнал, что я тоже причастна к освобождению этого монстра. Ха, в натуре. Это и твоя вина. Вообще ты делала всю работу. Я так и напишу. Я не сумела разглядеть правду. Наверное, ты считаешь меня очень глупой. Не считаю. Адрия обманула нас всех. Спасибо, что утешаешь меня. Я посвятила всю жизнь изучению Матрии. Но оказалось, что я ничего не могу сделать тогда, когда мои способности нужнее всего. Да. Ты никчемна. Империй, ты не можешь снова сразиться с Диабло. Твои раны едва затянулись. Небеса бывают. Это твоя вина, Тиреэль. И твоя тоже не болеет. Посмотри вниз и узри, что натворил твой ром. Сейчас. Аспект доблести во всем винит нас. Тяжело нам придется. Сейчас. Вот внизу там, ну, какое-то крошево небольшое. Но в целом-то не так уж и плохо, правильно? Алмазные врата стояли с тех самых пор, как с небес прорезался первый луч света. А теперь они разрушены. Империй прав. Это я во всем виноват. Не вини себя, Тиреэль. Во всем виноват Диабло. Ты сделал все, что мог. Давным-давно ангелы хотели определить судьбу человечества. Мой голос решил все в вашу пользу. Вы остались жить. А теперь люди породили единое воплощение зла. Не поддавайся сомнениям, Тиреэль. Ты поверил в нас и теперь должен сражаться вместе с нами. Либо присоединяйся ко мне, либо оставайся здесь и предавайся отчаянию дальше. Ты не понимаешь. Голос надежды больше не звучит. Поистину темные времена. Ну, понятно, нытик ты. Все потеряно. Диабло слишком силен. До сих пор владыки преисподней бесконечно ссорились и сражались друг с другом. Только это мешало им победить. Теперь же все воплощения зла объединились в Диабло. И небеса содрогаются от одного звука его шагов. Так вы это делаете к полыни такими хрупкими. Единое воплощение зла. Не могу поверить, что это случилось. Адрия обвела нас всех вокруг пасы. А я знал. Я знал. Влияние Диабло сильно изменило ее. Думаю, мы с ней еще встретимся. Темный странник. Как я не догадался, что от Сомли был странник? Как я мог не почувствовать в ней присутствие Диабло? Я тоже не смогла. Это так печально. Никто из нас не почувствовал, что Адрия служит злу. Она пожертвовала собственной дочерью, чтобы воскресить Диабло. Ты не мог этого предвидеть. Бедная Лия. Мое сердце обливается кровью при мысли о том, какая участь постигла ее душу. Оплакивать Лию будем, когда остановим Диабло. Да. А я не буду оплакивать ее. Она, конечно, клево CGI сделана. Взгляни на разрушения, которые я посерил. Ну и голос. Я буду последним, что ты увидишь. Искату уничтожить, Нефалема. Ты прям как зерк. Я тебя не боюсь, Нефалема. В этом вечном царстве ты найдешь только свою смерть. А ты босс? Искату это один из этих? Нет, не один из семи душ, которую Диабло там поглотил, типа. Армии преисподней втопчут в землю ваши трупы, а тени поглотят ваши души. Грубовато. А, стою в говне, понял. Стою в говне, получаю урон. Побоище 98 монстров убито. Бля. Вот. Я не знаю, Вов, у меня вообще проблем нет с тем, чтобы убегать из говна. Но здесь его так плохо видно. Особенно вот под вот этими рунками всякими моими. Спускайся, Упырь. Что он делает, я не пойму. Ну, спускайся. Теперь ты в моей власти. Вол. Она его хотела приручить. Совсем ебнутая. Убить Искат и его прислужника. А, все, поперли прислужника. Ну, прислужники у него, я не знаю, самые слабые. Из тех, что я видел, блядь. Надо просто под ноги внимательнее смотреть. Оп. Посмотрел под ноги. Смотрел говно. Думаешь, смертный, ты способен меня победить? Наши в армии вне с числа. Да ладно, количество это еще нет. Не самое важное. Меня этому научил Леонид. Из 300 спартанцев. А ты что, думаешь, что количество это важно, что ли? Так ты это... Ошибаешься? Я могу тебе сказать. Ачив какой-то получил, я даже не понял, какой. С каждой секундой, которую ты теряешь, моя победа становится все ближе. Да-да-да. О, колечко. 90 ловкости. Ну вот я не знаю, даже что можно вставить в колечко. 22 к интеллекту. 14 к живучести. Или может быть, к сопротивлению всем стихиям. А, здесь есть ловкость, очевидно. Колечко. Ну, оно того стоит, вот я не знаю. То есть, я потеряю процент критическому урону. У меня сейчас... Критический урон, он сильно усилен за счет колец. На 30% слышно. Еще и дубина. Нет, дубина не улучшает. В общем, не знаю, что делать. Мне интересно, что я получил за ачивку. Убейте 20, исчай тьмы мрачных духов или крон одновременно. А, одновременно, нифига себе. Крёво. Убейте скат. Кольцо тьмы. Я так понимаю, всех семерых теперь надо убить. Я, Идраэль, архангел судьбы. Я записываю все, что случилось, и должно случиться. Свиток судьбы. Но тебя, нефалем, нет в этом свитке. Твоя судьба не была написана. Я сам напишу свою судьбу. А ты можешь помочь мне или смотреть, как сгорает все вокруг. Возможно, судьбу можно изменить. Тогда быстрее. Ауриэль, архангела надежды, схватил Раконот, владыка отчаяния. Я освобожу ее. И у небес снова будет надежда. У одного из погибших ангелов на небесах были при себе свитки со странными письменами. Очень старые, намного старше меня. Надо быть осторожнее с тем, что принадлежит богам. А что там написано? Не знаю. Письмена очень древние, и я их совсем не понимаю. Когда я увидела этого ангела, он умирал. Но, несмотря на боль, он протянул мне эти свитки, словно хотел, чтобы я взяла их. Когда я подошла к нему, он был мертв, и дух его уже отлетел. Мне вот интересно, где, блядь, она увидела здесь ангела? Может, тут где-то ангел? Нет. Несмотря на то, что я на небесах, но я еще не увидел ни одного мертвого ангела, или сражающегося хотя бы ангела. Я видел только демонов. Сады надежды. Архангел Ауриэль должна быть где-то здесь. То это был такой никчемный. За свою жизнь мне довелось повидать множество воинов. Но лишь немногим из них удалось справиться с этим чудовищем. Своими размерами оно превосходит даже самых рослых варвар. Оно носит оружие из стали, выкованной в адской кузне. Последний раз мегадемонов видели во время возвращения Баала. Там, где они прошли, остались лежать горы трупов. Мегадемоны? Хотя поработители и ранее слыли могущественными магами среди демонов, они всегда хотели еще больше возвыситься над своими кровожадными собратьями. Для этого они пленили множество огромных армадонов, а затем пытали и истязали их до тех пор, пока измученные звери не покорились новым всадникам. Поработители, оседлавшие армадонов, практически непобедимы. Мармадоны, поработители. Не понять не могут, что меня так дамажит сильно. А где моя эта? Почему она не превращает никого? Превратила бы что-то в кого-нибудь в кого-нибудь. Голова колдун. А почему колдун, а не колдунья? Вдруг там колдунья? Бля, уперся. А это все такое? Тонезенные ангелы. Мне не пройти дальше из-за этой скверны. Так может попросим кого-нибудь расчистить скверну? Ну это птицы, они какие-то вообще легкие. О, вот, я вижу сражение ангела и демона. Ну и, кстати, там, проткнутый ангел. Это первый из тех, что я увидел. Первая жертва, так сказать. Оружейная ангела. В ней не соизволило лежать ни одной. Ты кто еще? Угнетатель? Да ты же моха не угнетатель. На, блин. Интересно, какие тут у людей цены? Ну то есть... Миллиарды, наверное. То есть у меня 200 тысяч есть. В ангирский совет входят пять архангелов, правящих небесами. Они определяют законы, которым должны следовать все ангелы. Каждый архангел воплощает собой один из аспектов мироздания. Доблесть, справедливость, надежду, судьбу и мудрость. Мне интересно, откуда деньги валятся на небесах? Им что, золото нужно, что ли? Как я выбиваю его из всяких кувшинов и тому подобного? Вот уж ничего не знает, того не знаю. Но, смотрите-ка, бой с боссом. Хотя, я полагаю, тут семь боссов будет, пока мы дойдем до Диабла. Ну, или шесть. Надежда. Вера, надежда, любовь. Ух ты, какой упырь. Думаешь, ты свободен от цепей судьбы и не вален? Все склонятся перед Диабла. Даже ты. И чё, ради вот этого делали к осценку, обычно просто... Только не делай войд-зоны, пожалуйста. Вот если ты не будешь делать войд-зоны, мы с тобой станем лучшими друзьями. Я вот серьезно. Руками бей, да. Руками бей. Войд-зоны не делай. Трупов вызывает, да. Войд-зоны не делай к вам. И вон, побольше сферок, чтобы с тебя вылетало делай. Войд-зоны не делай. Колонны ломай. Там, я не знаю, мечами вон, крути, телепортируйся. Хотя лучше не телепортируйся, у меня это тоже бесит. Вот войд-зоны не делай. Ну, я смотрю, ты силен, силен, чувак. Я не знаю, даже Леорик был легче, наверное. То есть сложнее. Там хоть мобы были, а здесь он вон каких-то двух коллег вызвал. И все. И на этом закончу. Пать, он взорвется сейчас нахуй. Мои армии прорываются через демонические разломы. Небеса будут уничтожены куда раньше, чем ты. Ты найдешь до серебряного шпиля. Так, кто тебе сказал, что я пойду к серебряному шпилю? Потому что я не знаю, что это. Есть вероятность, что я не пойду туда. Так. И сюда нужно камушек ставить. Ну, раз что-то зелененький... А, нет, в голову. А, да, в голову зелененький было бы неплохо. 25% к критическому урону. Да, жаль у меня зелененького хорошего нету, вот такого. Ну ладно, пока такой вставим. Итого у меня критический урон. Стала храниться вся мудрость ангелов. Они ценнее, чем все сокровища нашего мира. 115% вместо 50% стандартных, если не ошибаюсь. А что, у них нет... А, да, у них же лиц нету, точно. Благодарю тебя, Нефален. Я верила, что написанное в свитке судьбы может быть неверно. И что гармония снова может вернуться в наш мир. Теперь я знаю, что вся надежда только на тебя. Ой, какая честь. Мы сами творим свою судьбу. Мое благословение поможет тебе развеять темную магию Диабло. Скверно созданный им скрывает разломы, через которые сюда проникают его проклятые слуги. Ты должен закрыть эти разломы. Мы тебя не подведем. Страшно. Диабло подавил волю небес и поверг ангелов в отчаяние. Но я вернул надежду в их сердца. Тироэль пропал в царящем хаосе. Я продолжу свой путь без него и разрушу порталы Диабло. Под конец появится. Ничего страшного. Так всегда и бывает. Кинжальчик дайте посмотреть. Кинжаль. 101 урона. Ну вы прям... Прям клевые, что ли. Че, мне в сады надежды, значит, да? Ну ладно, пошли. А, это и были сады надежды. К северо-востоку отсюда скверны больше всего. К северо-востоку отсюда скверны больше всего, говоришь? Ну а хули делать? И че, вот из какого скверны пара мудни вылазит. Ну ладно. Так, найти, уничтожить, наросты скверны. Музы не разбегаются. Чтобы обнаружить портал кимонишки размоклом на первый ярус садов надежды. Я вот не уверен, конечно, но... А, все правильно. Сады. Тут деревья есть, значит, сады. Просто, ну, я деревенщина, наверное. У меня о садах немного другое представление. Ну, кстати, вот этот меч, у него реально молнии часто пробуют. Как уж отстойное оружие у ангелов. Взгляни на эти сады. Взгляни, как их пожирает скверна преисподней. Я, пожалуй, обойдусь и не буду взглянуть, как их пожирает скверна преисподней. Ребят, мне... Взгляни приходят из царства ужаса. Обители диаболов преисподней. Мы должны закрыть ведущие туда врата. Пока... Покоренный Армадон. Взглянуть. Вот это вот выглядит таким серьезным. Он еще и станет уменьшим. И я догадался, что это не только потому, что он застанел меня. А потому, что я умный. Империй. Архангел доблести. Величайший воин во всем мироздании. Он наслаждается войной и накалом битвы. Под его началом невестное воинство одержало множество побед. После ухода Малтаэля империй возглавил Ангирский Совет и продолжил защищать небеса от врагов. Вот эти штуки не притягиваются, еще и станет. Думаю, логично на них тратить блайн. Собственно, чем я и занимаюсь. Вы как считаете? Согласны со мной? Или у вас есть какая-то другая тактика? Сидите там за мониторами своими и анализируйте поди каждое действие. Типа, вот я бы сделал лучше. А он тут сделал неправильно. Да он, ну посмотрите на него. Думаешь, ты можешь уничтожить демонический озлам. Мои прислушники разорвут тебя на землю. Ебать их много стало, а я умею с этими бороться. Все, кончились. Молотобой. Ну, посмотрите, он же выглядит как элитник, а ведет себя как чмо. Кончился. Элитник, блядь. Я таких элитниках шатал на этих... На качелях. Шатал. О, взяли здоровье. Так и че, мне просто... О, как преисподней херачить. У тебя получилось нефален. Больше ни один прислужник диабола не сможет использовать этот разлом, чтобы проникнуть в серебряный город. А таких еще 20, да? Нет? Я думал, теперь осталось уничтожить еще 8 таких разломов. Ребят, у вас торговец есть? Нет, не подскажете? Это не единственный демонический разлом. Мои легионы его уничтожение не остановят. Мне вот интересно, то есть, сейчас куда я портанусь? В бастион? Будет хорошо, если в бастион, потому что... Ну, вы понимаете. Да, в бастион. Он вернулся! Представляешь? Вернулся с небес! Вернулся с небес! Ты просто вернулся! Демонов слишком много. Ты сможешь что-нибудь сделать с ними? Конечно, за скидку по 99 тысяч процентов на все твои шмотки я сделаю что-нибудь с демонами. Но у тебя даже шмоток хороших нет, не говоря уже о каких-то там скидках. Может, я смогу сделать какие-нибудь камушки? Сидящий бриллиант. Блин, пора его обучать. Я уже могу самые крутые камушки делать. Квадратный бриллиант не могу сделать. Квадратный метист не могу. Ничего квадратный сделать не могу. Жаль, я люблю квадратные все. Но он, к сожалению, не может ничего сделать. Поговорить. Охота продолжается. Поживи с моё и узнаешь, что в жизни полно предательства. И больнее всего нас бьют именно те, кого мы любим. Понимаю, что сложно сейчас думать о чём-то другом. Но нужно постараться. Судьба всего мироздания в твоих руках. Никогда не видел тебя таким серьёзным. Наступили тёмные времена. Даже мне нужно на время забыть о камне злода и задуматься о судьбе этого мира. Но это не значит, что нужно обязательно так хмуриться. Это значит, что ты должен мне камней нахерачить бесплатно. Клёвых. Надежда. Не вешай нос, друг мой. Даже в самые тёмные времена всегда остаётся надежда. Всегда надейся на то, что завтра будет лучше. Или просто надейся на хороший завтрак. А так уже можно и поразмышлять. Так. Душа Ли. Душа Ли. Диабло завладел её душой. Её уже не вернуть. Да и её там и тело распидорасил огнём. Ты считаешь, что душа Ли недостаточно сильна для того, чтобы это пережить? Ах да, ты же не видел всего, что довелось повидать мне. Ты всё время говоришь загадками. Кто ты? Я? Я шанс-купец, конечно. Не больше, но и не меньше. Понимай, как знаешь. Когда ты расскажешь мне правду? Когда солнце зайдёт на востоке, а берег набежит на волны. Когда луна выйдет на небо в полдень, а слепой прозреет. Ну, чисто теоретически три фактора из четырёх, которые он привёл, вполне реальны. Берег может найти сам на волны, если это обвал какой-нибудь или просто остров, я не знаю, движется как-нибудь. Чё он там ещё говорил. В общем, всё остальное тоже, кроме того, что солнце зайти на востоке. Зайти на востоке солнце может, но не на нашей планете. На другой планете да, а на нашей нет. Планета должна по другой орбите крутиться, ну вернее, в противоположную сторону. А такого, увы, не у нас. Мне хотелось сделать так, чтобы смерть моей жены не была напрасной. Но сейчас это уже не имеет никакого значения. Не теряй надежды. Посмотри, сколько мы сделали вместе. Да уж, уверен, это сильно утешит ли её на том свете. Каким же дураком я был. Не пытайся что-то исправить. Этот мир уже не спасти. Ну ты прям ободряющие речи толкаешь, как капитан Шепард, блядь. Не пытайся, ну не спасти уже. Иди вляк по спичке, блядь. Прости за то, что я тут наговорил. Мне было плохо. Не знаю, что изменилось, но я стал чувствовать себя лучше. Будто всё ещё можно поправить. Значит, ты думаешь, что мы можем выиграть эту битву? Надежда вернулась к тебе. Да, именно. Моей жене было бы тяжело видеть, как я сижу и убиваюсь своим страданиям. Она бы хотела, чтобы я сделал всё для того, чтобы помочь тебе победить в этом бою. А ты можешь в нём победить. Я в этом уверен. Ну вот это уже получше. А то он там, ну забей хуй. И всё. Урок храмовный. Постой. Прежде чем мы сразимся с этим чудовищем... Ты не будешь сражаться. Я хотел бы тебе кое-что сказать. Она будет. Я буду. Когда я впервые тебя увидел, то подумал, что ты просто суеверный язычник. Я заблуждался. Благодаря тебе я узнал, что значит вести по-настоящему праведную жизнь. Спасибо. Я ничего для этого не сделал. Просто говорил правду, как она есть. Ты захотел обрести гармонию и встретиться со своими страхами. И потому научился многому. Никогда этого не забывай. Я прислушаюсь к твоим словам. Ну, молодец. Тень культа. С тех пор, как Адрия нас предала, я всё думаю о Магде. Раньше у культа ведь было два лидера. О чём ты говоришь? 20 лет назад, незадолго до падения Тристрама, в культе возникли внутренние разногласия, и второй лидер пропал. Вот я думаю, а не была ли им Адрия? Возможно. Адрия могла бросить всё и отправиться в Тристрам искать Диабло, а Магда осталась со своими последователями. Это чё, это вся речь? Окей. Так, потерянная семья. Ты скучаешь по своей семье? Что толку скучать? Я всё равно их никогда больше не увижу. Ты ещё встретишься с ними. Мы обязательно выживем. Жена моего брата считает, что я хотел избавиться от него. Он ей верит. Что? Я, конечно, гад, но я бы никогда его не подставил. Даже для того, чтобы снова быть с ней. Но они и слышать об этом не желают. Сколько бы золота я им не отправлял, в ответ ни слова. Лозер. Чё я могу сказать. Ну что ж. На этом мы и закончим. В следующий... На следующий этаж садов мы пойдём в следующем, соответственно, видео. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите продолжение. Путешествуем по небесам. С вами был Сет. До свидания.